Всем привет! Это четвертый выпуск проекта Сингента Хелп. Сингента Хелп – это формат, где мы обсуждаем вопросы на агрономическую тему, выступающие к нам в агроподдержку компании Сингента и помогаем решить проблемы агрономов. Присылайте свои вопросы, видео, фотографии и вам обязательно помогут. Переходите по QR-коду или ссылке в описании, задавайте свои вопросы, ну а мы начинаем. С нами сегодня руководитель информационного центра агроподдержки компании Сингента Лариса Сарычева. Лариса, привет! Как настроение? Маш, привет! Настроение, как всегда, прекрасное. Весна, и я очень рада быть снова с тобой вместе в студии. Это взаимно. Мне тоже приятно общаться с тобой. Сегодня обсудим вопросы, которые поступили к нам в агроподдержку компании, касающиеся периода вегетации колоссовых культур от кущения до фазы трубкования. Давай посмотрим внимательно на первый вопрос. И первый вопрос из Рязанской области. Подскажите, пожалуйста, причину отмирания нижних листьев ярового ячменя. Применяли только гербицид, протравитель семян, фунгицид тибуконозол. Предшественник озимая пшеница. Посевы еще не кормили. И такая картина по всему полю. Растения засыхают. В чем причина? И вот три фотографии. Ну, если посмотреть на общие фотографии, да, где указаны, ну, просто все растения видны, то в принципе, в целом, мне кажется, видно какие-то светлые посевы ячменя. Поэтому, если приглядеться, да, и смотреть на ту проблематику, которую описывает агроном, как раз-таки посветление, засыхание нижних листьев, ну, в первую очередь, что приходит в голову, это, скорее всего, нехватка азотного питания. Потому что растения активно растут, азот двигается наверх. И если, как написано в вопросе, да, не кормили, то есть, понятное дело, что идет нехватка питания. Соответственно, откуда растению брать питание? Из нижних листьев, которые потом светлеют и засыхают. Я не зря голосом выделила то, что такая картина по всему полю, это сразу нам говорит о том, что здесь проблема не инфекционная, а физиологическая. И совершенно с тобой согласна. Плюс, посмотри, в вопросе предшественник, азимая пшеница. Предшественник сам может оттягивать тот же азот, который есть в почве, даже если мы его еще не внесли. Также растение будет испытывать это азотное голодание. Да, действительно, если на поле много растительных остатков, соответственно, конечно, для их разложения нужен тоже дополнительный азот, если этого не делали, да, не вносили даже с осени дополнительные какие-то нормы удобрений. И плюс еще, может быть, физическое просто вот пласт остатков азимой пшеницы не давать растениям нормально развиваться в корневой системе, но и, соответственно, нормально потреблять питательные элементы из почвы. Тут мы определили причину. Недостаток питания, в частности, азота и растение просто именно так показывает. Дайте мне, пожалуйста, покушать. Но если такая ситуация не по всему полю, если она, допустим, с одним с двумя растениями, какой-то очаг, то всегда надо посмотреть на корневую систему. Да, мы должны вообще оценить, нормально ли она развита, есть ли вторичная корневая система, и обязательно посмотреть вредители, потому что в почве мог быть тот же пролочник, который просто подгрызает корневую систему, и сверху растение вот так вот на это реагирует. И вот недавно буквально у нас был вопрос от агронома о том, что как же мне определить, есть ли у меня пролочник в почве или нет. Мы ему прислали методику, на что он сказал, ничего себе, сколько мне надо копать. Но, к сожалению, да, иногда, чтобы понять проблему, приходится копать, да, или там ловить вредители с очком, потому что это действительно очень важно. Вот нам прислали видео, которое сейчас мы можем видеть, да, что агроном обеспокоен. Один и тот же сорт, независимо от предшественника, в Ростовской области начинают желтеть нижние листья. Ну и как вот мы видим, нижний лист максимально желтеет, средний лист чуть-чуть поменьше. Но, тем не менее, это показатель того, что так сорт реагирует на вот эти ночные заморозки, которые были в Ростовской области, и просто стрессует физиологически. Идёт тот же самый отток питательных элементов азота, более молодой прирост для того, чтобы компенсировать вот эти вот ростовые затраты. Поэтому важно очень внимательно посмотреть на ситуацию в целом. Да, я согласна, потому что ведь действительно в этих двух случаях симптомы одинаковые по желтению нижних листьев, а причины могут быть разные. Почему мы всегда и говорим и просим предоставлять нам максимум информации о том, что происходит на поле, для того, чтобы разобраться в ситуации. Да, я думаю, мы ответили на вопрос и можем идти дальше. Второй вопрос к нам пришёл из юга, из Краснодарского края. А зимая пшеница, сорт Гром, фаза культуры, начало трубкования, плотный и хороший стеблистой, вижу начало прикорневых гнилей, что-то ещё можно сделать. И вот такая фотография, на которой уже прямо можно поставить диагноз. Мне кажется, что такая фотография для любого фитопатолога просто находка. Потому что когда мы ездим по полям очень много и действительно находим такие яркие симптомы заболевания, всегда очень приятно взять вот это к себе в коллекцию, где можно просто демонстрировать именно как по книжке симптоматику. Но на самом деле для агронома это всё-таки проблема, которую нужно решать. И первое, что мы всегда рекомендуем, это оценить, насколько распространены данные прикорневые гнили по всему полю. Либо это непосредственно какие-то очки, как, кстати, очень часто бывает с прикорневыми гнилями. Да, допустим, если это маленький кусочек в поле, то рекомендовать на это поле применить фунгицид уже будет нерентабельно, согласна. Вообще, смотря на такие симптомы, прямо сказать, в принципе, пролечить прикорневую гниль очень сложно. Ну, помимо основных стеблей, у нас же есть всё-таки подгон, да, есть растения, которые ещё не повреждены. И я думаю, что применять фунгициды в любом случае надо. Только первое, что мы должны сделать, разобраться, что всё-таки это за патоген. Для этого мы рекомендуем не нам просто прислать фотографию, а обратиться в лабораторию, потому что, к сожалению, мы по фотографии не сможем дать точную диагностику. Не всегда, да. Ну, если вот такие яркие симптомы, как здесь, да, это гибелинозная прикорневая гниль, лучше обращаться всё-таки за заключением в лаборатории. Только после этого делать, соответственно, уже рекомендации по подбору фунгицида. Да, но помимо фунгицида, как мне однажды сказал агроном Белоруссии, я запомнила это. Фунгицид без регулятора роста с ретардантным эффектом. Деньги на ветер. И ретардант тут нужен для того, чтобы соломину сделать более прочной. Помнишь, мы с тобой в прошлых выпусках обсуждали этот момент, как регуляторы роста утолщают соломину и как они помогают растениям, помимо того, что они снижают высоту. Я думаю, что тем, кому интересно, могут посмотреть наши прошлые выпуски. Да, важно, что если у вас, вы видите прикорневую гниль, и это фаза, конец кущения, начало выхода в трубку, надо чётко понимать, что именно в эту фазу мы можем физически что-то сделать, там, обработать фунгицидом с ретардантом. А если это в колошении, Ларис, часто такое тоже бывает? Да, это, к сожалению, уже просто по факту мы оцениваем, сколько у нас было поражений, принимаем во внимание для того, чтобы в следующем году обратить внимание на это поле, если здесь опять будут посеяны зерновые. Но помимо фазы, ещё очень важно по прикорневым гнилям соблюдать качество нанесения, использовать большое количество рабочего раствора, то есть это 200 литров на гектарах, хотя мы знаем, что всё-таки всегда агрономы экономят на воде, а лучше даже 300. Скорость, всё скажи, пожалуйста. Да, скорость движения опрыскивателя тоже очень важна, потому что я помню, как мы однажды были в хозяйстве, и трактор просто бегал по полю. Я понимаю, что в такой ситуации не поможет. То есть мы внесём препарат, но он просто не сможет туда проникнуть, поэтому мы рекомендуем скорость движения опрыскивателя ниже 12 км в час, ну или около 12 км. И также ещё форсунки. То есть это инжекторные, однофакельные распылители, которые дают крупную каплю, которая чисто физически сможет пробить стеблистой и попасть в прикорневую зону. Да, если посмотреть, допустим, вот эти очки, это растение, да, у него внизу, вот тут вот нам нужно вот сюда попасть, нашей баковой смесью фунгициды с ретардантом, а у нас тут листья, и мы когда трактор несётся со скоростью там бреющего полёта, да, как самолёт, он листья покрыл, а сюда-то фунгицид вообще не попал. Основная цель была защита прикорневой зоны, да, туда, даже не попадает. Да, ещё очень важно, пожалуйста, я часто говорю людям, когда они видят, берут растение, выкопали, а у него прикорневая часть тёмная. Обёртки надо снять и посмотреть. Возможно, что под обёртками всё чистенько, и там ничего нет. Вот как вот на этой картинке, которую мы сейчас можем увидеть, тут прикорневой гнили нет. Но давай всё-таки вернёмся к тому, что что-то можно сделать с помощью сред защиты. Да, я думаю, что сейчас даже в нашем арсенале мы можем дать некоторые рекомендации для наших агрономов. Ну и вот три фотографии, которые сделаны были в 22 сезоне на том же сорте озимой пшеницы, в том же Краснодарском крае, было прикорневое заболевание гнилями, да, и мы видим, что первая фотография, где чёрненькие вот эти стебелёчки, там был один модус регулятора роста, то есть без фунгицида. Мы видим, что как ни укрепляй соломину, грибы будут её всё равно поражать, фунгицида там нет. А вторая, третья фотография – это вот именно два разных фунгицида, показывают разную эффективность. Поэтому, конечно, как мы всегда говорим, каждое поле – это индивидуальный подход. И для того, чтобы найти правильное решение для своей ситуации, для той проблемы, которая есть у наших агрономов, мы всегда рекомендуем задать вопрос нам, обратиться в агроподдержку, и мы подберём правильный фунгицид, норму регулятора роста к той или иной ситуации. Да, совершенно верно. Я думаю, мы ответили на этот вопрос, и можем идти дальше. И третий вопрос касается баковых смесей. Фазу, конец кущения, начало выхода в трубку, на зерновых мешают кучу всего. И мы разбили все вопросы, которые к нам пришли в агроподдержку с пометкой «Хелп». Это вопросы первое направление – баковые смеси с азотом. Первый вопрос – из Тамбовской области. Хотим поработать по яровой пшенице, фунгицидам «Альто-Супер» совместно с карбамидом 5 кг на гектар. Температура обычно уже плюс 24 и солнечно. Бывают небольшие ветра. Фаза пшеницы – конец кущения, Ларис. Первостепенно, что мы обязательно должны порекомендовать любому агроному, это внимательно прочитать инструкцию, которая дана на удобрение и дана на средства защиты растений. Как правило, производители пишут основные моменты по смешиваемости. Есть ли какие-то критические вещи, с чем нельзя мешать. Если нет, тогда уже другая ситуация – просто соблюдать, в первую очередь, весь регламент. То есть норма количества воды, которые там прописаны. Да, но у нас, к сожалению, инструкцию читают только тогда, когда всё поломалось. И важно ещё, сколько азота будет в баковой смеси. Если там не больше 6-8%, то, в принципе, будет безопасно с любым фунгицидом. «Альто» это будет или любой другой фунгицид. Поэтому, в принципе, количество имеет значение азота. Да, конечно. И при смеси с азотом, да даже с любыми другими продуктами, очень важны – это погодные условия, которых мы должны, наверное, помнить первостепенно. Потому что, если мы будем вносить такие сложные баковые смеси в солнечную погоду, то, соответственно, понимаем, что можем получить ожоги. Поэтому работать мы рекомендуем в вечернее время без прямых солнечных лучей. Да, согласна. Ну и давай посмотрим на вопрос, касаемо гербицидов. Как правило, уже к концу кущения, начало выхода в трубку, противодвудольные, в основном такие опасные, жёсткие какие-то гербициды уже применили. И тут либо что-то мягкое из противодвудольных, но в основном это граминициды. Риски такие по ним есть. И вот интересный вопрос из Белгородской области. Собираемся работать против злаковых сорняков гербицидом Аксиал. Можно ли его смешивать с фунгицидами Альто-Супер или Тил-Турбо? Фаза озимой пшеницы, начало трубкования. Надо не забывать о том, что граминициды сами по себе в своём составе содержат много прилипателей, потому что они работают против злаковых сорняков. Листья узкие у сорняков, сами они растут вертикально, соответственно, каплям очень сложно прилипнуть к этому растению. Поэтому всегда очень много дополнительных прилипателей, которые, в свою очередь, усиливают действие любых компонентов, которые находятся в баковой смеси. Да, как это та же инструкция проверить все компоненты в маленькой баночке, приготовить маточный раствор и потом только заливать его и идти в поле. Ну и про погоду давай ещё скажем. Да, погодные условия. Если говорить про температурный режим, что спрашивалось в этом вопросе, там было плюс 24 градуса и солнце, но лучше, конечно, в дневное время при таких условиях не работать. Лучше работать в вечернее время при понижении температуры. Да. И вот про температуры часто спрашивают, среднесуточная или среднедневная. На какую температуру, допустим, агроном, я иду работать. У меня сейчас плюс 24. А ночью будет плюс 8. Конечно, мы не делаем никакую среднесуточную, мы смотрим на среднедневную температуру. Если днём плюс 23-24, и нет солнца, пасмурная погода, то, в принципе, можно отработать и днём. Любая боковая смесь – это индивидуальная и уникальная. Какая-то составная часть, которая есть конкретно в этом месте, потому что вода. Сегодня мы взяли с одной скважины, завтра и с другой. Компоненты могут меняться. Когда вот у нас на этом фото три канистры, то это супер. Но бывает же, как на двух других фотографиях, и 7, и 10, и 12 компонентов. На первой фотографии это просто то, что агроном спросил у нас, что он будет смешивать три компонента. Но просто умолчал ещё о трёх канистрах, которые за кадром стоят, потому что они почему-то считают, что гумат или регулятор роста, если мы добавляем, то это так уже не считается. То есть это само собой разумеющееся. Они спрашивают про основные компоненты. Да, и вот две следующих фотографии показывают, что не всегда баковые смеси бывают безопасными для культуры. Если, допустим, вот такие ожоги, которые уже становятся некрозами, мы выжигаем зелёную ткань, то там уже, конечно, сложно что-то сделать. Но вот на этой фотографии в целом, если вот на общую, с правой стороны посмотреть фотографию, она растение посветлевшее, пожелтевшее. И это говорит о том, что это действительно стресс для растений. И в таких случаях мы рекомендуем, и как мы говорили в прошлых выпусках, отпоить, помочь растениям пережить этот стресс с помощью таких биосимуляторов, как Мегафол или Квантис, которые есть в нашем портфеле. И если, опять-таки, есть такая проблематика, обращайтесь. Мы с удовольствием порекомендуем, когда и как лучше их внести. Да, я в любом случае говорю, лучше позвоните эксперту напрямую и спросите, потому что какая погода, какая погода будет завтра, что ещё будет в баке, какой сорт. Куча, может быть, вопросов, которые нормальный эксперт задаст, на которые просто нужно ответить и потом подумать, будет эта баковая смесь безопасна или нет. Но я думаю, на сегодня хватит, и мы, в принципе, ответили на вопрос. Лариса, спасибо тебе большое, что ты пришла к нам в студию и делишься с нами своим опытом. Мне всегда приятно общаться с тобой. Маша, спасибо за приглашение. Я очень рада, что в наших обращениях появились такие пометки «Хелл». Есть очень много интересных вопросов, которые мы уже отобрали для следующих выпусков. Это был четвёртый выпуск проекта «Сингента Хелл». Смотрите нас каждые две недели по четвергам, задавайте свои вопросы, переходите по QR-коду, не забывайте ставить пометку «Сингента Хелл». И, возможно, самые интересные станут темами будущих наших выпусков. «Сингента Хелл» – это экспертная поддержка вашего урожая. Ещё увидимся!